Посвящение Константину Симонову. На братской могиле я тоненько лег, я сер, как забытый листок похоронки. Но все же внутри меня есть уголек, не к мщению. К памяти вас призываю. Пусть веку забвения срок не придет, я с запада землю свою прикрываю, как грудью солдат наступлений идут. И под Могилевом, что дремлет спокойно, пусть больше снаряд не взорвет тишину. Всю жизнь я писал про солдат и про войны. Всю жизнь ненавидел я люто войну, и чтобы планета навек не ослепла от смертной вражды, от безумных идей, я падаю горсткою жгучего пепла на раны, на совесть, на память людей. Константин Симонов завещал свой пепел развеять именно там, под Могилевом на белорусской земле, где был действительно его первый бой, где он увидел эту войну лоб в лоб. Николаю Старченкову. Мы считали, приходят вдруг строки, неподкупные, изящные, странные. Оказалось, что мы не пророки. Оказалось, что мы не жестоки, не задеристы и не умны. Мы считали, что пишем со страстью, что несем миру новую весть. Оказалось, что с нашей напастью нам в палату за номером шесть. Мы считали, что пишем во благо, что внимает нам город, страна. Оказалось, что наша бумага на подтирку и то негодна. Мы считали в презренном металле, не откажут мамоны и тать. Мы считали. Мы плохо считали. Жаль, теперь уже не посчитать. Маленькие такие забавные вещи. Я просто хочу проанонсировать завтрашний поэтический турнир. Он будет безбашенным. Я так люблю, когда люди свободно излагают свои мысли. Я считаю, поскольку меня в конкурс все равно не возьмут по старости лет, так сказать, седой лысый, да? То я хотя бы здесь чего-нибудь такое попробую. Вот такое, ну, полегче, что ли, повеселее хоть немножко. Вальсок. Незнакомой восточной женщине. Я остался, конечно же, с носом. Он длиннее, чем у серано. Я пришел к вам с обычным вопросом. А увидел немое кино. Вы ломали классические руки и манили глазами в полон. Нынче точно бы помер от скуки. А тогда я был просто влюблен. Вы кидали туманные взоры. То просили налить, то совет. И забыли задернуть вы шторы, погасив телевизор и свет. Утром, выйдя из вашего дома, я узнал, что бумажник мой пуст. И что ваша повадка знакома всем окрестным ментам наизусть. Но не стал материться от злости и прохожих в проулке не бил. Я же сам напросился к вам гостя, чтобы узнать, что такое дебил. Опасная прогулка по жаркому городу. Ну, давайте про жару. Чего у тебя? Про холод, да про холод. Лето. Июль. Тридцать семь. Все как полагается. Держись, моя блудливая душа. Не уступай позывам грешной плоти. Веди домой пусть на автопилоте. Не позволяй налево сделать шаг. Пускай у них и ноги от ушей, и бедра в круг, и глазки с поволокой. На брудершафт готовы, на фуршет. Держись, душа. И будь ко мне жестокой. Он-то идет. Не платья два куска от папиной галстука из шкапа. Под ними ничего наверняка. Эх, поглядел бы ты на дочку, папа. На этой брюке, в сеточку, насквозь. Там в дырке сом провалится, не лещик. Уши и пингистка, ножки вместе, ножки врозь. И за угла еще одна похлещая. Ну, что с народом делает весна и солнышко, и теплая погода? Прости, душа, но не твоя вина, что я приду домой урод-уродом. Ну, завяжу я чем-нибудь глаза. Нюхну. Коти. И сердце застучало. Дави, душа, сильнее до тормоза. До дома-то осталось мне так мало. Дошел. Подъезд. Распахиваю дверь. И кто-то мне кидается на шею. Ура! Жена. Совсем знакомый зверь. Уж с ней-то я справлюсь. Это я сумею. Ну, и чтобы безбашенный турнир был у меня покороче, чем у них. Там-то вы насладитесь волю. Эдуарду Филю. Прекрасному организатору и барду с любовью и уважением. Сижу над тарою со стеклотарою. Вот сдам посуду, куплю гитару я. Куплю гитару, но пить не вброшу. Без водки бардам не стать хорошим. А бардов бабы балуют чаще. И любят крепше, чем настоящих мужчин, что знают любое дело. Робятые, в барду идите смело. Там без нахальства, как без закуски. Плевать, что барда не знает русский. Плевать, что в песне лишь три аккорды. Но борода-то лихая морда. Но безразмерный живот и печень. Вот запоет он и крыть вам нечем. И не укрыться, как от ней трейна. Бери бутылку, ползи с повинной. А бард закурит, нальет с приветом и будет петь вам. Аж до рассвета. Филь не обиделся, ответил автопародии. А потом как-нибудь ее прочитаю. Немножко в преддверии осень. Без осени мы никуда. Поэтому такое стихотворение. Октябрь. Поэзия. Тоскливо. И выпить хочется еще. Две чайки посреди залива. Как две слезы в щитине щек. С похмелья лечатся поэты. В глазах печаль, душе надлом. И не листвы, а сигареты. Дым ядовитый над столом. Фемины ходят. Да все мимо. Они на корт. Затем на пляж. Лишь драматург неутомима. Блокнот строчит, впадая в раж. Насилует свой сотик. Критик кричит жене, Что не права. В искусстве слишком много гитик. В поэзии одни слова. А солнце тянется к обеду. А море трет и трет песок. Поэты завершат беседу. Заганут в бар. Потом в лесок. Потом к столу. Чтоб слог был точен. Чтоб сваи в землю ритм вбивал. Поэзия болит не очень. А убивает наповал. Ну и чтобы вас не заморозить совсем, Еще одно маленькое створение Из греческого цикла. Никак не закончу. Больно много букв в греческом алфавите. Все написать с ума садишь. Пока вот только три написал. Берега острая кромка, Небо закатного медь. Лучше бы плакать негромко, Если, конечно, успеть. Истинно выкидыш в споре. Липнет, как ил с якорей. С морем рифмуется горе. Это последнее море. Больше не будет морей. Родина наша Эллада. Семьдесят семь городов. Место для мора и глада, А не для честных трудов. Спят олимпийские боги, Выпьют нектар и заснут. Нам ли от них ждать подмоги? Вечный пряник докнут. Не возвращайся, Покуда держишь в ладони весло. Что-то в добре много худо. Эк нас сюда занесло. Правь не на юг. Нектакемпту. Лишь на восток. Назорю на восток. Ты же никто. Был ли кем-то? Страшен, хитер и жесток. Дома? А что тебе дома? Там-то уже позабыт. Гарпии правят Содомом. И улучшают свой быт. Спасибо.